Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Пост уже идет в самом разгаре. А если вдруг человек решил присоединиться к нему сегодня, поздно или еще можно это сделать? Это очень хорошо, если люди в какой-то момент своей жизни решают присоединиться к посту или вообще уверовали в Бога, потому что зачастую как-то понимается православие и пост, и все остальное связано с православием, системой некой такой запретительных, ограничительных таких мер. На самом деле, конечно, нужна некая подготовка. Конечно, человеку нужно хотя бы войти в начальное состояние, как можно сказать, школа молитвы, школа доброделания. Поэтому лучше всего, конечно, и спросить совета старших, совета священнослужителя. Даже если он начал где-то не с самого начала, а в серединке. Хотя верующие знают, конечно, что к Великому посту нас готовит сама церковь, и есть специальные приуготовительные дни и даже недели к Великому посту. Они вводят человека постепенно, так, чтобы не показалось ему такой непосильный нож, и не резко это было. Поэтому, конечно, человеку необходимо, прежде всего, иметь желание и иметь какое-то намерение учиться. Потому что пост и вообще вера наша, она, конечно, предполагает, что человек неустанно работает над собой. Это всегда борьба со своими страстями, со своими грехами. Вот знаете, недавно в интернете прочли, что один из священнослужителей сказал, что молоко, купленное в наших современных магазинах, можно пить, это не молоко. Вот вы как думаете? Вы меня здесь не соблазните, чтобы я там осудил как-то или что-то, Боже упаси. Есть ли правда в этом? Это частное мнение частного человека, одного человека, в данном случае священнослужителя, мы его там знаем. Один батюшка тоже сказал, что и колбасу можно есть в том смысле, что в ней там мяса нету несколько лет назад. Но вы знаете, это момент такой соблазнительный и момент искушения для человека. Ну как там священнослужитель сказал, даже позволил, как бы разрешил. Для меня молоко есть молоко, честно говоря. То есть оно, конечно, разделяется, там синтетическое, может быть, какое-то искусственное, или на сухом молоке. Но в любом случае, мы даже и в любой магазин заходим, смотрим, там ценовые категории совершенно разные. Поэтому я для себя лично вот избрал такую меру, как полагается. Если это молоко, написано на него молоко, я его не употребляю. Употребляю. Другое дело, что важно не что ешь или пьешь, а важно сколько и как ты употребляешь. Вы знаете, что человек сидит только на сухариках и в воде, но, извините, у него рот открылся, и его понесло далеко-далеко. И он начинает там осуждать, рассуждать, какие-то пересуды, какие-то там шуточки в отношении других, обиды. И так пошло, пошло, пошло. И, знаете, это уже не пост. Он может сколько угодно пить эту воду или там есть, грызть эти сухари. Вот с другой стороны, человек себя ограничивает в каких-то дурных поступках. Например, он меньше ходит в интернет, заходит, меньше там постит что-то в... Это уже тоже дурный поступок. Нет, это те действия привычные, которые он совершает в непостное время. Он, можно сказать, там просто погрузился, утонул в своем интернете, в социальных сетях. Он любит, и это стало частью его жизни, ему там какие-то лайки присылает. Это мурат очень весьма. Ну а пост мы знаем, что мы себя ограничиваем не только в пище, в еде, но еще ограничиваем от себя, от любимых каких-то привычных увеселительных занятий. Например, походы в клубы, походы в кино и также долго сидение в интернете. Кто-то любит там что-то запостить интересное. На телевизор можно смотреть? Да, как сказали в одном случае, говорит, можно, но только не включать. Это такая вот шутка. Но на самом деле можно, конечно. Вот, например, бабушка, которая не может пойти в храм, ну, в силу своего возраста и так далее, включила, она посмотрела это великопостное богослужение с участием нашего святейшего патриарха или каких-то других архиереев, священнослужителей. Почитала, помолилась вместе, вот на первой седмице читается канон преподобного Андрея Критского. Она тоже вместе со священнослужителями, которые там вот в трансляции, она тоже помолилась. Почему нет? Какие-то хорошие вещи. Ну, вот, что касается там новостей или каких-то вот таких, опять же, привычных таких событий. Да, то есть нужно отделять полезную информацию от неполезной, особенно вот в пост. Если человек никогда в жизни не причащался, молитв не знает, вот стоит ли ему к посту вообще обращаться? Не, ну мы уже сказали, что даже... Да, он сам уже не знает, верит он или не верит. Конечно, пост предполагает то, что человек и ходит в храм, и участвует в таинствах, в таинстве исповеди, и таинстве евхаристии, то есть причастие. Как бы одно от другого неотделимо. Но если у него раньше такого опыта нет, все равно ему приходится с чего-то начинать. Поэтому он потихонечку и до этого дойдет. Поэтому, сделав первые шаги, он сделает и последующие. Просто необходимо найти, ну, хорошего советчика. Пусть это будет лучше, конечно, человек, лучше священнослужитель это будет, да. Вот, или даже добрый сосед его, который ходит в храм, который знает уже азы православия, который уже, ну, воцерковлен, скажем так, да. Он ему всегда подскажет, поможет, я думаю, таких добрых людей немало. Поэтому пусть делает смело, пусть... Почему, что это действительно первый шаг? Конечно. Это, вот, в любом случае, как в школу пойти или еще куда-то. Мы же учимся все. В последнее время людей, которые соблюдают православные традиции, ну, вот, в частности, Великого Поста, их становится больше? И, потому что мне кажется, что какая-то своего рода мода появилась. Сейчас в дорогих ресторанах рекламируют постное меню. С чем это все связано? Ну, мы не можем, конечно, по меню и по ресторанам, что там подают, вот, постное, мы определить, увеличилось ли количество православных или оно уменьшилось. Ну, вы, наверное, наблюдаете по количеству людей в храме. Достаточно зайти в храм и посмотреть, вот, сколько там человек на богослужении, и понять, да, действительно ли это количество, оно растет. Ну, я думаю, что все-таки молодых людей приходит больше, вот, особенно там в городских храмах имеют, то есть, и слава Богу, и слава Богу, потому что, ну, это... Это вера, вера наших предков, и кому мы должны передать, затем нашему поколению последующему, это, ну, если некому будет, если не вырастет православный христианин, вот, должным образом, то и веру нашу православную некому будет, так сказать, сообщить, передать, и некому будет просто некому научить. Ну, вот есть мнение по этому поводу, уж извините, опять же, в интернете прочитала, что люди обращаются к Богу, к церкви, потому что жить уже совсем не в моготу, проблемы так вот на плечах завалились. Может быть такое? Ну, может быть. Люди по-разному приходят. За какую-то помощь, потому что уже ничего не получается. Конечно, к Богу обращаются по разным причинам, и чаще всего, конечно, это какое-то, может быть, несчастье у человека в семье, с его родственниками, в его личной семье. Это может быть... Реже, конечно, это какая-то радость, когда человек понял, осознал, что это помощь свыше от Бога, и что нужно поблагодарить. Ну, вы знаете, вот у меня в практике случай такой был, что у людей сгорел дом, а они пришли в храм и заказали благодарственный молебен. А женщина, которая сидела вот там и принимала записочки, она сидела и плакала. И знаете, такой плач был, ну, слезы радости. И я спросил, говорю, а что это, что случилось? Да вот они записочку подали, молебен благодарственный, а что у них случилось? Да дом сгорел. Я говорю, так потому, наверное, подали, что сами живые остались, что все сгорело, и вот они это поняли, что это как знак свыше. Жить нужно дальше, нужно благодарить Господа, нужно как-то перестроить свою жизнь. Вот, кстати, пост как раз для этого и служит, чтобы человек пересмотрел свою жизнь, потому что это изменение человека. И если оно к нему приходит с Божьей помощью, потому что у нас вот покаяние, ну, это вот человек должен прийти к покаянию, должен каяться в своих грехах. А покаяние, по-гречески, это изменение, изменение ума и сердца человека. Это очень важно. Спасибо, батюшка, за эту интересную беседу. Пожалуйста. Ну, а я напомню, что это было интервью с председателем информационного отдела Барнаульской епархии Иереем Дмитрием Никитиным.